Сегодня на обзоре новая модель Мерло ММ-180Б. Только на практике мы сможем понять, будет это жить или это будет ломаться. А можешь привести пример предыдущей модели? Сколько стоит обслуживание и вообще существование такой машины? У них по гарантии был поменен двигатель. Ставим Лася вверх, репостим в социальные сети. Спасибо, Макс. Ребята, всем привет. Вы на канале Мульчер Эксперт. Сегодня мы в гостях у Максима в гараже. Мы были у него последний раз год назад. Сегодня на обзоре новая модель. Универсальная машина для расчистки просек, линии электропередач, сельхоз полей. Мерло ММ-180Б. Максим расскажет нам сегодня, чем она, какие отличия у этой машины от старой модификации. Какие-то плюсы-минусы, какие-то, может быть, новшества, какая комплектация. Мы эту машину забрали буквально вчера-позавчера. Она к нам приехала с выставки. Мы ее давали дилеру для того, чтобы использовать на выставке на Газпромовской в Санкт-Петербурге. Пока что находимся только в состоянии изучения каких-то новых конструкторских решений. Ходим просто по машине, смотрим, что-то здесь есть новое. Поэтому там скрыты крышки. Здесь тоже мы заглядываем. В отличие от предыдущей модели, мы можем сказать, что здесь добавилась гидравлика. То есть гидроцилиндры стоят на наклон толкающей рамки. Сделаны по-другому так называемые лыжи. Раньше лыжи были, у них отсутствовала вот эта вот часть. То есть они были туда с углублением. Шкивы все остались также, пять шкивов с каждой стороны. По самой навеске изменилось немножко выводы, которые идут на гидравлику. Вот здесь распределитель висит на улице. Вот у нас это решение вызывает сомнения, потому что, возможно, это все палками очень быстро оторвется. Ну, посмотрим. Сейчас, думаю, может быть, добавить еще какую-то сюда защиту для того, чтобы меньше палок летело в кабину и по вот этим вот всем частям. Из нового, что еще можно сказать, что у нее сильно переработан капот. Ранее у него была цельная такая крышка, которая поднималась с помощью ручного привода с правой стороны от машины. Сейчас это все уже не поднимается. Сделаны отдельные люки для того, чтобы можно было туда добраться. Одно из самых больших изменений, что поменяно направление движения в воздушной массе. То есть, если раньше у нас забор воздуха происходил сзади через радиатор и охлаждался вперед, то сейчас изменение произошло наоборот. Это, с одной стороны, хорошо, потому что там площадь радиатора больше находится. Но минус в том, что самый грязный воздух, как мы знаем, он находится ближе к фрезе. И засос, ну, подача воздуха будет происходить отсюда. И вот эти вот части из тонкой сетки, я думаю, что могут очень быстро пострадать от веток. Старая модель, она была в этом месте уже там поуже, более прямая и не вызывала вопросов в плане какой-то устойчивости к веткам, палкам и так далее. В плане там ремонтопригодности, как и раньше, все доступно. Теперь вот эти вот ходовые огни находятся в доступе в любом состоянии. Раньше надо было поднять крышку, их опустить, потом эту крышку вернуть обратно. Также сделана новая рама под лебедку. Я думаю, что это просто защита. Она, мы как бы не понимаем, для чего такая красота здесь сделана. Но, в общем-то, изменения налицо. Также добавлена камера заднего вида, которая работает даже при движении вперед. Она работает постоянно, скажем так, в онлайне. Добавлено еще вот это вот, я так понимаю, тягово-цветное устройство. Но нам неизвестно под какие цели. То есть мы, в принципе, не используем никогда. Но может быть какой-то прицеп там с солярой. Ну, может быть, это и неплохое решение. Также лебедка, вот этот корпус переработан. Теперь у него включение-выключение располагается сбоку. Раньше был такой рычаг, который находился сверху на этой лебедке. Он тоже периодически ломался. Но вот как вот это решение себя проявит, мы, конечно, еще посмотрим. В плане эксплуатации опыта еще пока никакого нет. Но жизнь покажет. В этой части, вот как раз я говорил, радиатор стоит. И два вентилятора на него отдельные. По поводу реверсов я еще пока не понял, есть ли он. Здесь все по-старому. Это гидробак. С той стороны находится бак для дизельного топлива. По электронике изменения минимальные. Здесь добавлен один какой-то небольшой разъем. Но глобально, я так понимаю, что все как было, так и осталось. То есть тут осушитель кондиционера стоит, мозги на двигатель. Вся электроника и плата у него находятся там в кабине. Вот за этой панелью. И что еще новое? Новое еще у него. Я заметил одну опцию, которая не была раньше. Это датчик положения водителя на сидении. То есть если раньше можно было немножко привстать в сидении, допустим, двигаясь задним ходом, как правило, возникает необходимость куда-то заглянуть. Вот можно сделать вот так вот немножко привстать в сидении. То есть сейчас, если я привстаю, то загорается вот эта желтая кнопка, и машина останавливается. Из удобств, кстати, вот еще хочу подметить, что если раньше давление на насосах надо было нашим технарям периодически подключаться и измерять, то сейчас все эти контрольные приборы выведены уже сюда внутрь салона. И мы знаем стендбаевское давление, знаем давление на этом закрытом контуре, который идет на фрезу. Вот в этом смысле, конечно, поудобнее стало. Вот как раз этот монитор, про который говорил про ход. И реверс вентилятора сохранился. Ну, то есть кнопки есть. То есть мы еще пока не пользовали. Машина абсолютно новая, свежая. Есть еще этот пульт радиоуправления лебедкой. Кстати, правильно сделали, что вот эти вот еще пластиковые стали крепить на саморезы, а не на клипсы. То есть вот это уже хотя бы дребезжать не будет. От машины не ждем чего-то нового. Я думаю, что она как была хорошей, так надеюсь, и и останется. Какой мощности по двигателю? Ты знаешь, мы заметили только одно изменение такое, которое нам бросилось в глаза. Мы еще пока, ну вот я лично еще пока не понял, что это такое. Но здесь прямо на двигателе установлено какой-то гидронасос или что-то. В общем, изменения замечены вот тут. Здесь добавлен какой-то узел с гидравликой, но что он означает, я пока еще не понял. А так в целом модель двигателя та же самая, мощность та же самая. И насосы стоят аналогичные тандемам Bosch Rexroth 90R-130 на вот нажатку. То есть тут в принципе каких-то глобальных наушес нет. Кстати, очень хороший момент, что у нее на этой модели стоит уже измененный распределитель. На предыдущие номерло 3М первого поколения распределитель где-то раз в год надо было ремонтировать. Потому что он начинал протекать и вот здесь постоянно находилась лужа из масла гидравлического. То сейчас уже здесь стоит распределитель от более мощной 350 модели. И я думаю, что он уже не будет таких проблем надо заставлять. Резина уже специализированная идет так же. Да, это Nokia многослойная. Она, кстати, на предыдущих машинах была еще комплектовывалась колесами 28-го радиуса. Они поуже и повыше. И это положительно влияло на проходимость. Она нам больше нравится. Но здесь вот нам поставили с 26-й резиной. И как бы, ну она, наверное, неплоха, но можно было бы, конечно, и 28-го. В процессе эксплуатации, я думаю, через какой-то период мы встретимся и Максим расскажет, как все это масло было. Максим, а я еще заметил на фрезе у тебя, значит, одной лапы недостаточно, она сейчас у тебя отсутствует крепежкой. Да, да, да. Мы вот эту запчасть называем ляшкой на своем жаргоне. Вот эту называем плитой, переходной плитой. И ту сторону мы сняли сейчас, потому что для нашего коллеги из Нижнего Новгорода мы восстанавливаем этот узел. Потому что, когда происходит постоянный подъем-опускание, тут же еще плавающий режим очень часто используется. Вот эти места вырабатываются, теряют свою геометрию. И мы сейчас для нашего коллеги восстанавливаем соосность всех отверстий на этой переходной плите. И на плите, которая крепится к раме. Также восстанавливаем вот эти вот трущиеся плоскости для того, чтобы они работали как заводские. Для этого сняли. Еще такой вопрос. На предыдущей модели защита фар стоит или не стоит? Да, да, да. Все такое же. Вот эти фары добавлены, кстати. Раньше таких фар не было. Вот эти бы фары только. Дневную смену поставили, допустим, в день работаем, они защищены. Да, да. Но в принципе нам даже того света хватает. То есть мы их крайне редко снимаем. Может быть там по какой-то очень большой необходимости. Или если работаем в условиях, где минимальные риски повреждения. Потому что даже несмотря на то, что она защищена. Даже вот в эти вот места иногда пролетают камни или ветки и фары эти бьются. В целом, в общем, машина для нас пока еще не очень понятная. Вот в этих именно новых моментах вызывают вопросы некоторые. Это вот эти всякие пластиковые вещи, которые обычно при наезде палки, они лезут, все это отрывают. Вот это вопросы вызывает поверхность. Потому что, скорее всего, сюда тоже будет что-то прилетать. Только на практике мы сможем понять, будет это жить или это будет ломаться, доставлять какие-то хлопоты. А по защите, там, днища защита? Тут, на самом деле, вот в этом смысле машина очень удачная. Потому что у нее по всей длине этой машины находятся люки. Рама, насколько я знаю, тоже сделана из хардекса. И рама живучая. Люки эти у нас тоже в плане проведения там ремонтов и технического обслуживания. Они нам помогают хорошо. Единственное, вот еще хотелось бы минус подметить, что на коробке постоянно, в связи с тем, что там грязь, болото, бывает, что там вода затекает, потом замерзает. На коробке датчики периодически отлетают, которые на скорость. А когда он отлетает, то машина и сразу половинит. Ну, то есть нельзя разгоняться на ней до 40 километров. Максималка 20. И поэтому вот эта некорректная работа электроники, она периодически, ну, как бы у нас уже статистика поломок по ним говорит о том, что вот этот узел, он бы, конечно, требует доработки. А можешь рассказать о предыдущей модели? Работали ли вы в таких жестких условиях? Вот как ты рассказывал, на гусеничном мульчере на трассе Москва-Казань в зимний период времени, в болотистых местах. Как она себя ведет машина? Ну, ты знаешь, вот именно на Казанку мы ее сознательно не гнали, потому что знаем, что для переработки корней у нее недостаточно мощности. И второй момент. Но это не ее работа, даже с точки зрения вот фрезы, ротор не имеет большого диаметра и не имеет такой инерции большой для того, чтобы это все там легко перерабатывать. У нас, когда мы работали на Казанке, была работа на линиях электропередачи, мы ее как бы как эксплуатировали там, так и эксплуатируем. Она не предназначена, я считаю, что для корней или в каких-то, может быть, маленьких объемах. Если использовать на корнях, то там выработка будет, я думаю, где-то 0,3 гектара в смену, что, ну, как бы экономически... Экономически невыгодно. Да, да, да. Она, может быть, и не будет там ломаться, потому что тут все на гидравлике и по механической части там не такие уж и огромные проблемы. Ну, то есть машина подготовлена, но мощность ее не позволяет с легкостью там выполнять такие сложные работы, вот как были на Казанке или на подобных объектах. Поэтому ее стихии это ДКР до там 10, 15, 20 сантиметров, я думаю, что да, там на двадцатках уже проседает производительность, а вот 10, там 15, это вот самый рабочий диаметр для нее. И думаю, что в классе подобных машин, подобных по мощности я ее конкурентов не вижу. Как себя ведет мульчер, если, допустим, уперлись в корень, да? Ну, кто-то взял ее на утилизацию и попалась ему, значит, такая часть работы, утилизация, ну, какие-то корешки, вот именно сильных ударов. Боится эта машина? Ну, на самом деле, нет, не боится. Она, когда мы сталкивались ранее с ремонтом вот этой гидравлики Zaur Danfoss, то гидравлисты нам сказали, что у Zaur Danfoss существует пять типов каких-то клапанов, которые срабатывают при пиковой нагрузке. Когда происходит наезд на пень, то возрастает давление в замкнутом контуре гидросистемы, и клапаны открываются. И вот здесь стоят самые дорогие, самые чувствительные клапаны, которые в момент наезда на какой-то там жесткий порубочный материал, они открываются. Гидравлика работает в штатном режиме, просто вгоняет в открытый, ну, вернее, открывает контур, происходит слив с гидромоторов. И потом, когда оператор поднимает фрезу вверх, и она может раскрутиться, она раскручивается, и машина едет дальше. А можешь привести пример, значит, по предыдущей модели, ну, плюс-минус, сколько, значит, стоит обслуживание и вообще существование такой машины, там, ремонт, резина, стекло, ремонт, допустим, двигателя, если приходилось делать. Да, движки, они, вот эти дойцы у нас где-то в районе 7 тысяч живут. 7 тысяч поточасов, да? Да, ремонт мы делаем у хороших, грамотных ребят здесь, в Егорьевске, бюджет где-то, ну, плюс-минус, там, 500 тысяч, где-то так. Это работа или это с запчастями? Это запчастями все вместе, да. Резина здесь, ну, наверное, раз там в 4 года требует замены, она тоже очень дешевая, если не ошибаюсь, крайний раз мы покупали комплект, нам уходился, по-моему, в 650 тысяч рублей. Проблемные еще, кстати, моменты были по точно такой же машине, которую купили коллеги в Иваново, у них по гарантии был поменен двигатель, потому что двигатель из завода кушал масло, да. Алексею привет. У него такая же модель была? Да, у него одна машина, вот, по-моему, как раз зеленого цвета, такая же, с измененным капотом, можно, кстати, ему позвонить, спросить, как они там справились с этой задачей или нет. Звучало еще рано, да. Ну, в целом, да, так, ради этого, для справки. Я думаю, в принципе, для нашего выпуска этого достаточно, а как себя дальше покажет эта машина, мы узнаем в перспективу. Подождем полгодика и приедем в гости. Да, все покажем, все расскажем, без проблем. Ребят, подписываемся на канал Мульчаэксперт, пишем вопросы в комментариях, ставим Лося вверх, репостим в социальные сети. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok